Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка полезных советов и хитростей мастеров, которые стоит увидеть. Но прежде чем мы начнем, друзья, прошу вас уделить буквально 20 секунд. В этом году я участвую в голосовании на лучший блогер DIY в номинации самоделки. Поэтому, кто смотрит меня, кто поддерживает, я вас очень прошу, уделите 15-20 секунд, зайдите по ссылке в описании на голосование лучший блогер DIY и оставьте голос за мой YouTube канал. В разделе самоделки «Домашний мастер». Заранее хочу вам сказать огромное спасибо всем тем, кто найдет время и проголосует за мой канал. Ну а теперь, приятного просмотра! Работая перфоратором и при сверлении отверстий под дюбеля, если нужно сделать одно или максимум два отверстия, то поможет синяя изолента. Отмерив расстояние и мотая изоленту на бур, оставляйте небольшой флажок. Таким образом, при бурении пыль у края будет разлетаться. И вы будете понимать, что пора остановиться. Но, к сожалению, такой лайфхак с изолентой хватает на пару отверстий. А далее изолента начинает сползать и уменьшать глубину сверления. На некоторых ударных дрелях или перфораторах есть специальная ручка и отверстие для зажима направляющей штанги, которое будет регулировать глубину сверления. Но на моем инструменте такой нет. Да и сама шея у патрона довольно узкая. Поэтому сейчас доработаем. Возьмем удлиненную гайку под шпильку М6. Зажмем в тиски и рассверлим отверстие на 3 мм. Далее берем метчик и нарезаем резьбу М4. Сверлом на 6,5 мм прогоним вдоль бочонка и срежем резьбу, чтобы шпилька М6 ходила без зацепа. Осталось добавить винтик для зажима шпильки. И можно приклеивать приспособу на свое место. Использую суперклей и тщательно проклеиваю со всех сторон. Пока клей подсыхает, замеряю ходовую длину шпильки и отрезаю лишнее. Теперь пошли тестить. Выставляю необходимую глубину сверления. Затягиваю винт и можно начинать буриться. При сверлении, как только шпилька касается блока, значит отверстие необходимой глубины готово. С такой приспособой можно делать много отверстий. А если у вас в арсенале немецкие бурые кранс, то огромное множество отверстий. Ведь любая продукция кранс производится с использованием передовых технологий и современных материалов. Для работы перфоратором с типом крепления SDS+, для установки подрозетников, а также при долбежных и демонтажных работах по кирпичной кладке, бетону или природному и искусственному камню вам подойдет набор кранс SDS+, из 5 предметов. В комплектацию входит коронка по бетону, плоская зубила, буры 6,8,10 мм, длиной в 160 мм. Тут у нас 4-х гранная напайка. У буров с такой напайкой ресурс в два раза больше. А улучшенная форма канавки способствует легкому отводу шлама. Прочный пластиковый кейс защитит инструмент от пыли и влаги. Плюс хранить инструменты в одном месте это удобно. Кранс это немецкое качество по доступным ценам. И более подробно можете узнать по ссылке в описании. Работая на циркулярном столе при распиле доски, мастерскую наглухо засыпает опилками. Рекомендую всегда подключать пылесос. Но как это сделать быстро, если диаметры отверстий разные? Возьмем отрезок ПВХ трубы в 50 мм и сделаем переходник. Отрезав небольшую часть канцелярским ножом, разрезаю вдоль. Далее берем малярную ленту. Скручиваем ПВХ трубу до нужного диаметра. И затем обматываем маляркой, или скотчем, или изолентой. Короче, что есть под рукой. Таким образом получился быстрый переходник, который отлично выполняет свою задачу. И сидит, кстати, довольно плотно. Малярная лента в мастерской всегда выручает. Например, если нужно склеить рамку, то быстро раскатываем ленту и прикладываем заготовки на липкую сторону. Наносим ПВА-клей и собираем рамку. После склейки убираем малярную ленту и получаем готовую рамку. Осталось закрепить картину. И все, можно вешать на стену и наслаждаться. Работая в центре мастерской на верстаке, часто мучаешься с подключением электроинструмента. А точнее розетки. Они же только по краям, по стенам, а посередине нет. И подключив инструмент, начинаешь как заяц прыгать через кабеля. За целый день это выматывает. Поэтому беру в руки клипсы от 20-й гофры. Пропускаю кабель и закрепляю к стене на саморез только в обратном направлении. Таким образом, за пару минут решаем проблему с зайцами. Теперь, если нужно подключить инструмент к сети, то просто чуть вытаскиваем с потолка удлинитель и начинаем работу. А чтобы не биться лбом, после завершения работы, достаточно чуть-чуть подтянуть кабель у стены. И пусть он себе там висит на потолке. И никогда не будет мешаться. Берите такой быстрый легкий способ на вооружение. Я уверен, точно пригодится. А также напишите в комментах, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok